Ну, Сергей, думаю, теперь можем начать, наконец. Да, коллеги, добрый день, разрешите представиться. Меня зовут Жуков Сергей, я директор по развитию компании BI Consult с 2009 года. Мы занимаемся проектом по бизнес-аналитике. До недавнего времени мы были единственной компанией, которая официально представляла трех мировых вендоров. Это клик-табло и Power BI. Но вот в последнее время ситуация раздекально изменилась, и мы с удовольствием рады вам представить BI-систему от китайской компании FanRuan. Довольно мощный инструмент получился, неизвестный до недавнего времени на российском рынке. Вот, соответственно, сейчас пытаемся восполнить этот пробел, чтобы люди, кто привык уже работать в современных мощных биосистемах, чтобы могли закрывать свои аналитические потребности, как бы все так же просто и мощно. Ну, давайте, да, не буду долго затягивать. Вкратце сейчас пробежимся по информации, которая у нас есть про компанию FanRuan. Значит, она ведется в выделении с 2006 года. Чуть-чуть раньше, там, буквально на три года, чем BI Consult. В 2006 году они выпустили свой первый продукт, FineReport. Вот мои коллеги это чуть позже расскажут, что это за продукт. Вот, и за это время, собственно, получается, за 16 лет своего развития компания FanRuan стала ведущим поставщиком BI-решений на китайском рынке. Скажу более того, не только на китайском. То есть, ну, на самом деле, компания, поскольку расположена в Азии, да, то есть она довольно планомерно захватывает там Юго-Восточную Азию. То есть у них есть, например, представительство в Японии, в Южной Корее, на Тайване. Соответственно, вот они активно там развиваются. Есть много внедрений в Таиланде, там, Сингапур. Ну, то есть вот все, что там касается Юго-Восточной Азии, это все, как бы, относится и к компании FanRuan. В настоящий момент, ну, вот, как мы видим, там, ну, на 20-й год уже больше 120 миллионов долларов. Это оборот компаний, там, в том же 20-м году они вышли на рынок США, да, то есть, как бы, вышли на вотчину тех самых мировых лидеров, клик-табло и пару BI. Вот, на самом деле есть информация от Гартнера, да, то есть в 2018 году их заметил Гартнер, выпустил, ну, включил их в свой отчет по, вот, по BI-системам Юго-Восточной Азии. Ну, и, соответственно, там было отмечено, что это безальтернативный лидер, собственно, всего Юго-Восточного региона. Как бы, платформа действительно достойна внимания. Ну, в свете того, что там все-таки была изначально, там, она больше, как бы, китайская, там, локализация, да, то есть она широкого распространения именно в западном мире не получила. Что еще можно добавить? Клиенты совершенно из разных отраслей, вот, более 15 тысяч различных компаний, различных внедрений. Ну, на самом деле, в, ну, в Китае есть классификатор отраслей, ну, у нас он, собственно, тоже есть. Вот, более, ну, согласно этому классификатору, там, 273, по-моему, если я не ошибаюсь, отрасли охвачены биорешениями от компании Fanruan. Ну, здесь вот вы видите, на самом деле, ну, отобрали специальные компании, которые, что называется, на слуху международные, ну, потому что, там, китайские, вот, те же самые, там, CNPS, там, и прочие компании, ну, они, там, малоизвестны, там, российскому, российской публике, но, тем не менее, вот, даже такие большие уважаемые компании в какой-то мере используют, то есть нельзя сказать, что, я не знаю, там, например, та же компания Bosch, там, использует только продукты от компании FineBI, Fineruan, да, но, как бы, то, что там инсталляция есть, и она работает, используется для определенных целей, да, это безусловно. Соответственно, здесь представлены продукты, да, основные, которые есть у компании Fineruan, ну, то есть, как я уже говорил, все начиналось с продукта FineReport, позднее вышла именно полноценная биосистема FineBI, но тут, наверное, лучше расскажет мой коллега Руслан, да, он наш ведущий разработчик именно по решению FineBI. Соответственно, Руслан, передаю тебе слово. Да, коллеги, как уже сказал Сергей, первоначально появилась система FineReport, она представляет из себя десктопную версию разработки и, собственно, такой, скажем, централизованной платформы и разработки отчетности, то есть здесь у нас от платформы требуют, от пользователей платформы требуются достаточно высокие знания SQL, и это достаточно такие вот технически продвинутые специалисты, и с точки зрения self-service это не до конца подходит для той же российской аудитории и, в принципе, для реализации некоторых проектов. Позднее FineReport был доработан как продукт, и из него вылился уже новый это вот FineBI, и он позиционирует себя уже как новый такой микс платформы этого традиционного BI и нового вот Modern, то есть мы увидим это как self-service платформа, которая ориентирована именно на проведение аналитики самими бизнес-пользователями. То есть здесь мы можем как типичной BI-системой Tableau ClickPower BI вне зависимости от того, умеем ли мы хорошо программировать или какими-то обладаем техническими навыками или нет, мы можем разрабатывать свою отчетность под те требования, которые у нас поставлены. То есть здесь это, прежде всего, коробочное решение, которое легко можно развернуть и уже на старте использовать для реализации своих целей и разработки, собственно, отчетности. Собственно, как я упомянул ранее, у FanRuan есть достаточно много продуктов, это также и FineTube, и FineData. Это были аналоги таких систем, скажем, как ETL для обработки данных и хранения FineData. То есть облачные сервисы у вендора тоже развивались, но какую-то популярность они, в принципе, на аудитории не обратили и сформировались два таких продукта. И из них мы больше упор сделаем именно на FineBI. Сам он из себя представляет как веб-страницу, веб-интерфейс, в которой вы можете в формате drag-and-drop формировать те отчеты, которые вам необходимы, проводить различные виды анализа и, собственно, реализовать те пожелания и отчетности, которые вы можете сформировать в Tableau или же в Power BI, потому что система унаследовала подход как самых лучших, скажем, возможностей с точки зрения техники как от первой платформы, так и от Power BI, как от второй. Собственно, если мы перейдем дальше про развертывание, система у нас тоже достаточно неприхотливая, она может развертываться везде, начиная от Windows, тех же самых системы Mac. То есть для всех, может быть, это достаточно весомым фактором в выборе биосистемы для миграции – это возможность развертывания на Linux. Также я упомяну, что возможности для кластеризации, масштабирования и какой-то кастомизации продукта платформы под свои нужды достаточно велики. То есть если мы захотим добавить какой-то внешний файловый сервис, мы можем подцепить те же самые HDFS, Hadoop, FTP, и это достаточно удобно с точки зрения кастомизации технических возможностей для реализации. Думаю, теперь мы можем продемонстрировать то, как установить, скачать и получить систему Find BI. И я думаю, здесь я передам слово моей коллеге Инне. Инна, извини, пожалуйста, прерву тебя. Я хотел сказать, что если вы видите, есть в правом верхнем углу чата можно задавать вопросы. Я вижу, мои коллеги тоже мы видим, в частности, Владимир Вострецов задает вопросы. Давайте просто в конце мы ответим на вопросы, которые вы зададите нам в чате. А пока коллеги будут сейчас рассказывать, но чтобы не прерывать рассказ. Либо я пока по возможности буду отвечать в чате, если это… Ну, если да, в формате быстро можно ответить, да, текстом. Да, Инна, извини. Да, ничего, коллеги. Я сейчас покажу, как можно скачать, установить, что называется, попробовать своими ручками Find BI. Для того, чтобы скачать английскую версию, нам нужно перейти на сайт finereport.com. Это важно, потому что если вы не перейдете на английскую версию, то скачаете на китайскую, и будут некоторые сложности с попробованием. Вот, с английской версией все хорошо, особенно если вы до этого работали с табло, то вам будет понятен интерфейс. После того, как мы зашли на этот сайт, нам нужно перейти на вкладку Find BI, так как мы именно на нем акцентируем наше внимание, и нажать на вкладку Download. Мы перейдем на такую страницу, где нужно будет зарегистрироваться для того, чтобы приобрести реальный ключ. Здесь мы указываем позицию, имейл и имя. Далее мы попадаем на страничку, где нам нужно указать компанию, в которой работаем, размер компании, для чего нам это, собственно, нужно, телефон. На телефон поступает код, который мы должны сюда ввести, и после этого у нас будет возможность перейти на следующую вкладку. Мы нажимаем на кнопку Download, попадаем на следующую страницу. Здесь мы выбираем, на какую операционную систему мы хотим установить Find BI. Соответственно, в данном случае я выбрала Windows. И после нажатия на операционную систему начнется скачивание. В целях ускорения процесса мы скачали версию заранее. У нас скачивается вот такое приложение. Сейчас мы быстренько пройдемся по шагам, которые здесь необходимы. На самом деле все довольно просто. Так, всплывает вот такое окно. Здесь мы, как это обычно бывает, соглашаемся с... принимаем интенсивное соглашение, выбираем папку, в которой будет находиться программа. Дальше мы вводим допустимый максимальный предел памяти для использования сервером. Если вы ставите локально просто на попробовать, что называется, то, в принципе, настрой по умолчанию будет достаточно. Выбираем папки, которые будут созданы, и выбираем, собственно, кликаем опции, нужны ли нам иконки на рабочем столе и так далее. И, по сути, на этом все. Нажимая кнопочку Next у нас начнется установка. У меня уже установлен сервер, поэтому я это проделывать не буду. Просто вам покажу, как, собственно, выглядит страница сервера. При установке вам также нужно будет придумать имя пользователя и пароль. И, видя их, мы попадем на страничку сервера, и она же страничка разработки, собственно, аналитической отчетности. Здесь, как можно увидеть, есть четыре вкладки. Четвертая, последняя вкладка Manage доступна будет только для администратора сервера. Соответственно, простые пользователи будут видеть только вкладку Директоры, или если у разработчика есть возможность разрабатывать данные, то есть он девелопер, то тогда у него будут доступны и вкладки с дашбордами, и с Data Preparation. На первой вкладке у нас расположены, собственно, дашборды, которые у нас уже реализованы. Сразу сюда попадают и версии, демо-версии, которые разработаны китайскими аналитиками. Вот, они тут на английском языке. Их также можно посмотреть, собственно, какие возможности предлагает система. У нас же построено тоже уже несколько дашбордов, которые можно посмотреть. Сразу забегая вперед, скажем, что такой дашборд или какой-то подобный дашборд мы будем учиться строить в наших следующих сериях вебинаров. Но, как можно увидеть, система внешне крайне похожа на то, что мы привыкли видеть, например, на Tableau или на Power BI. Собственно, с таким же функционалом и с похожим синтаксисом и методами разработки. На вкладке Dashboards у нас располагается, собственно, список дашбордов, которые у нас есть, и которые мы можем редактировать, дополнять или создавать новые. Соответственно, эта вкладка, как я уже сказала, доступна для девелоперов. Здесь происходит сама разработка аналитических приложений. На вкладке Data Preparation у нас располагаются папочки с данными подключенными. На этой вкладке мы также можем объединять наши источники данных, фильтровать их, агрегировать. Это, конечно, не является ETL-инструментом, но это своего рода такая предобработка, что также крайне полезно для того, чтобы строить в дальнейшем аналитическую отчетность. И вкладка Manage – это вкладка администратора сервера, в которой у нас устанавливаются доступы, кастомизируется сама страница, кастомизируются карты, устанавливаются плагины, устанавливается подключение. То есть все вот эти возможности, которые предлагает данная система, реализуются именно в этой вкладке. Вот. Подробнее об этой вкладке и о всех возможностях мы также будем разговаривать в наших следующих вебинарах. Собственно, вот. Поговорили о том, как скачать. При регистрации вам также будет дан триальный ключ. Он дается на две недели, но у нас есть также некоторые возможности, о которых расскажет Сергей. Соответственно, триальные ключи также можно запросить через нас. Соответственно, да, коллеги, ну, все вы получили письмо с нашей почты, там, marketing.sobaka.bi.consult.ru. Если есть у вас желание и, там, возможности, то, соответственно, направляйте запросы на триальный ключ. Вендор, ну, по умолчанию дает тестовые ключи на месяц. В принципе, не надо себя ограничивать в количестве. На самом деле, чем больше людей у вас в компании посмотрят этот инструмент, чем больше, там, оценят его, тем, там, более вероятно, что вы действительно, как бы, возьмете его себе на вооружение, потому что продукт действительно мощный, интересный. Вот, поэтому отправляйте запросы, там, вкратце описывайте, ну, соответственно, что вы за компания, какой у вас намечается проект, требуемое количество лицензий. Вот, если надо больше, чем на месяц, такие варианты тоже возможны, но это уже в особом порядке будем решать, потому что в идеальном варианте у вас все должно быть готово к развертыванию системы, к тестированию, то есть у вас уже должна быть, как минимум, какая-то задача, да, который вы собираетесь протестировать, ну, и, соответственно, там, все доступы, подключения, то есть, ну, как у вас все это организовано, все это должно быть готово к работе. Вот, если есть какие-то вопросы именно, ну, с построением демо, то, опять же, тоже не стесняйтесь, но это уже в рабочем порядке, будем решать, как бы, обращайтесь с вопросами, наши разработчики, там, Руслан и Инна с удовольствием вам помогут, если будут такие запросы. Так, теперь, ну, вот, я знаю, что касается лицензионной политики, да, вот, в частности, там, буквально первый же вопрос Владимира был. Смотрите, ситуация с лицензионной политикой очень простая, поскольку китайцы, ну, позиционируют продукт FindBuy как очень близкий клон табло, то есть, соответственно, в текущем режиме у них цены точно такие же, как и на табло. Единственное исключение, в табло, собственно, присутствуют три роли. Это креатор, как вы знаете, эксплойер и вьюер. FindBuy всего две роли. Роль девелопер, она же креатор, да, это человек, который, во-первых, может администрировать, ну, можно его выбрать, этого человека администратором назначить, да, дальше он может разрабатывать дашборды, подключаться к источникам данных, изменять дашборды, ну, соответственно, в соответствии с настроенными правами доступа, и публиковать, и просматривать, там, другие дашборды, которые сделаны сам или другие люди, опять же, в соответствии с правами доступа. Вот, и есть точно такая же роль вьюера, она такая же, как и в табло, собственно, это человек, который может только просматривать дашборды, которые сделаны другие люди, соответственно, может, там, анализировать, там, накладывать фильтры, дрилдауны, ну, в общем, такой стандартный функционал, такого легкого аналитика. Вот, и цены, соответственно, точно такие же, то есть, лицензия девелопера стоит 840 долларов, ну, цены в долларах, да, потому что это иностранное ПО, вот, соответственно, ну, это подписка в год, а лицензия на фьюера 144 доллара в год. Вот, соответственно, ну, цены простые, как бы тут никаких сложностей с этим быть не должно. Сергей, тут еще поступил вопрос насчет обучения. Можно тоже рассказать, добавить какую-нибудь информацию? Ну, смотрите, да, у нас вот сейчас получается вот этот набор вебинаров, из пяти вебинаров, то есть, очень рекомендую вам все их посетить, и вы действительно увидите, как легко и просто можно строить некие базовые визуализации, вот, то есть, если у вас, как бы, несложная аналитика в компании, несложные источники данных, то, конечно, это все вы сможете на наших бесплатных вебинарах посмотреть и освоить. В дальнейшем, вот, мы сейчас как раз занимаемся подготовкой курса, ну, ориентировочно, по ощущениям, да, он получится где-то на 3-4 полноценных рабочих дня, вот, то есть, ну, курс готовится, просто поймите нас тоже правильно, буквально, вот, что называется, в этом месяце мы подписали официальное партнерское соглашение с компанией FenderOne, соответственно, вот, сейчас очень плотно ведется работа и по обучению, ну, в том числе и наших коллег, да, ну, как бы, понятно, наши ребята более углубленно изучают продукт, вот, а для, собственно, наших клиентов мы подготовим специальный базовый курс, ну, что называется, от нуля до, там, уровня, ну, скажем так, джуниор-разработчик, то есть, такая программа, безусловно, скоро будет. Да, я еще вижу в чате поступает много вопросов касательно обработки данных, подключений и, не знаю, там, типа в связи по сравнению с Power BI, либо еще какими-то возможностями. Здесь я могу сказать, что пока что мы не будем спойлерить содержание остальных вебинаров, но, вот, все возможности, которые вот тут поступают в вопросах, они реализуемы. Те же кубы, там, кликаус или подключение, там, на большом объеме строк в Fine BI себя показывает достаточно хорошо и работать он может как в прямом, в лайф-режиме, так и на экстрактах, на каких-то выгрузках. Вот, это так пока что в общем. Ну, да, еще давайте тогда выборочно на некоторые вопросы ответим. Вопрос, как обстоят дела с локализацией. Ну, смотрите, если вы скачаете английскую версию, там, ну, в настоящий момент там будут, собственно, английские все, ну, как управляющие кнопки, да, естественно, все данные, все метки данных, все подписи можно сделать кириллицей на русском языке, с этим проблем точно нет. И, опять же, в настоящий момент мы тоже занимаемся локализацией интерфейса именно на русский язык, ну, тоже, как бы, это займет какое-то время. Вот, ну, все, наверное, знают, что табло, которое продавало свой продукт на рынке, ну, если я не ошибаюсь, уже больше пяти лет точно, вот так за это время и не смогло сделать русскую локализацию. Вот, мы надеемся, что мы сделаем ее несколько быстрее. Так, что-то еще, Руслан, посмотри, мы можем сейчас ответить или это тема следующих вебинаров? Да, тут вот поступил вопрос у коллег еще насчет геовозможностей и аналитики. Я думаю, Инна может продемонстрировать сейчас, что, в принципе, интерфейс дружит и, скажем, с Кириллицей, вот, можно показать, даже на другой там лучше покажи карте. Да. Вот, то есть геокарты, какие-то сложные графики, вполне реализуемы. Все только зависит от дальнейшей кастомизации, усложнения интерфейса, в зависимости от задачи. Также там геокарты, можно построить ваш какой-то геосервис, там, если тут ГИС, либо там Яндексовский какой-нибудь. Ну и также Mapbox, если, которые из открытых, open-source, то есть его тоже можно сюда подключить, и все будет отображаться на русском. Тут не стоит бояться, что полностью там может что-то быть на китайском, все можно это и подправить. Ну, собственно, коллеги, тогда вам задание, да, получается, по итогам сегодняшнего вебинара, собственно, пройти на страничку Fanruan, скачать демо, ну, скачать, да, продукт, установить у себя, и дальше там, ну, по вашей, собственно, потребности, если желаете, можете просто там триальные ключи запросить на две недели, либо написать нам, запросить полноценные тестовые лицензии на месяц, собственно, подготовиться к следующему нашему вебинару, и, получается, было бы здорово, да, если бы вы там, что называется, как-то в параллельном режиме с нашими ребятами вместе бы строили дашборд, да, вот по теме нашего следующего вебинара, и, соответственно, если у вас будут какие-то вопросы, сходу бы вы задавали. Наверное, так. Да, тут еще вот коллеги уточняют, как скачать на Mac и Linux. Мы вот сейчас в демонстрации показали, как, собственно, можно скачать на платформу именно Windows, но по аналогии я вот дополню, что можно также скачать, получается, дистрибутив для Mac OS, для Linux, его, получается, открыть, активировать, вести путь, и по аналогии у вас произойдет установка, и дальше активация через вот ключа, который вы получите либо от нас в файле формата LIC, либо же вот тот код, который там триальный на две недели. Да, вот вопрос у Рамиса, да, у каждого человека должна быть, собственно, лицензия для просмотра. То есть, ну, собственно, тут ничего нового по сравнению с Tableau, все лицензии именные, как бы, поэтому, да, на просмотр у каждого человека 144 доллара в год, да, там, в районе 10 тысяч рублей надо оплатить. Тут появился вопрос насчет рассылок. Рассылки здесь доступны из коробки, они бесплатные. Полностью, получается, можно подключить ваш SMTP-сервис, и он будет по расписанию какому-то отправлять вам отчет в соответствии с файлом, либо эта картинка, либо в формате PDF. Также вот можно, собственно, интерфейс интегрировать в какие-то сторонние приложения. Вот тут сейчас поступил вопрос. Да, можно с помощью iFrame, здесь нативная интеграция, и при этом можно делиться самое важное дашбордом с точки зрения ссылки для пользователей. То есть он получает какой-то дашборд, и после этого он может открыть и взаимодействовать с ним в зависимости от того, как он авторизирован на сервер. Ну, рассылка через SMTP, да, в любом случае это будет, получается, как PDF, да, например, можно рассылать, ну, просто как готовые картинки, дашборды. Да. То есть там лицензии не требуется. Да, рассылка полностью из коробки, она идет бесплатно. Также, если вам необходимо рассылку сделать какую-то кастомизированную в другой канал связи, например, там в Telegram, или же на клиент, это также доступно, можете это добавить. Выгрузки в Excel есть, да, причем достаточно удобные. Вот, думаю, Инна может немножко вот так приоткрыть завесу тайны, показать, как это происходит, потому что это очень достаточно удобный функционал с точки зрения различных биосистем, и, в принципе, здесь функционал с таблицами достаточно богатый, удобный, и им можно пользоваться. То есть вот мы взяли, выгрузили данные конкретной визуализации, дальше у нас отправляется как фильтрация, как это направляется SQL-запросом с дальнейшими вот фильтрами, и также у нас там это продемонстрировано картинкой, как у нас выглядит на Dashboard. То есть, собственно, все три составляющих этого, ну, этой визуализации, да, отправлены. Притом, если мы вгружаем Excel, он, естественно, вгружается полностью там до корней, скажем так, то есть до конца. Мобильное приложение и версия для iPad тоже есть, имеется мобильная разработка, да. Ну, собственно, мобильное приложение было, ну, и есть, собственно, да, там у Кликутабло, ну, не знаю, там, насколько активно люди им пользуются, и я просто все время видел, что большинство людей просто открывают ссылку в своем веб-браузере, ну, то есть там как бы большого смысла в использовании приложения нет, но, тем не менее, да, такая возможность есть. Единственное, ну, если вы планируете, ну, обычно, да, руководители, у руководителей есть такой запрос, вот они там хотят видеть дашборды дашборды на, там, на каком-нибудь, как они называются, iPad, ну, тем на планшете, да, либо на телефоне, то очень рекомендуем делать это отдельным дашбордом, отдельной разработкой, ну, имеется в виду, чтобы была специальная верстка под небольшой экран, ну, потому что, да, безусловно, Fine BI адаптируется под экраны, под, ну, подстраивает свой размер, но все-таки на таком маленьком размере, ну, нужна особая верстка, и это уже лучше делать вручную, чем в автоматическом режиме, так будет более понятно, как бы, человеку. Так вот, Александр спрашивает, там, алерты есть как в там? Да, можно, собственно, делать какие-то рассылки по функционалу, что превышение какой-то меры, и у нас также на почту будет приходить там как отчет, это доступно с точки зрения технического мониторинга, там какие-то показатели, что если у нас объем памяти, который, допустим, требователь для Fine BI, он там больше 80%, ну, с этим надо что-то сделать, вам уведомление придет на почту. Если говорить о конструкторе отчетов и про кастомизацию, есть, как бы, с точки зрения корпоративных стандартов, это такая удобная опция, как Templates. Инна вот сейчас может продемонстрировать, это при разработке дашборда вы можете сделать предзаготовленные оформления, то есть не прописывать постоянно оформление, а его поменять уже нативно, вот здесь, которое вы задали самостоятельно, либо уже имеется встроенное в системе, то есть там могут поменяться также шрифты, оформление, тип визуализации, как оно, то есть все вот сюда можно учесть. Ну, собственно, да, можно как разработать единый корпоративный стандарт, его сделать как Template, да, и, собственно, все дашборды у вас будут в таком стиле автоматом. Да, также вот если мы говорим о отчетах сложными шапками, заголовками и там переходами, как вот можно сделать один корпоративный портал, и здесь вот нативными инструментами разработки переходить между вкладками и анализировать, собственно, данные. Так, ну вроде бы я больше не вижу вопросов. Здесь вот спрашивают коллеги, есть ли какие-то сравнения с Кликсенс. Вот. Ну, здесь что можно добавить? Это, в принципе, сравнение с движком, потому что Клик у нас как бы все берет в оперативную память, а здесь у нас у FNBI немножко другие алгоритмы используются внутри, но он также может работать на собственном движке Spider, который тоже там можно настроить, как он кэширует, насколько уровень он все берет в оперативную память и, собственно, как у нас часто там будут обновляться данные, вернее, как быстро они будут прогружаться на дашборде. Это вот один из отличий с Кликом. Ну и то, что вот он, если в таблице, когда вы добавляете их, есть какие-то заранее, скажем, внешние и основные ключи, которые похожи, к которым могут связаться, то FNBI их определит и сможет создать между ними связи. Я вот не знаю, именно есть ли у тебя сейчас данные какие-нибудь, чтобы продемонстрировать это. Вот. Вот. Продолжение следует... Здесь, собственно, с Power BI у нас следовался принцип, что мы можем связать несколько таблиц по типам гранулярности и кардинальности данных. Если в том же табло мы прописывали тип связи, например, many-to-many, то здесь у нас можно прописать то же самое по аналогии 1-to-in, например, по типу связи между таблицами. И на физическом уровне данных мы можем совместить их join, union, различными соединениями. Все это доступно также и в Fine BI. То есть здесь гибридный такой подход между табло и того, что он взял из Power BI, и достаточно удобно представляет из себя с точки зрения подготовки данных. Итель, к сожалению, нет. Он у них недостаточно такой популярный Fine Tube, кажется, но здесь достаточно хорошие нативные инструменты для создания отчетов и работы с данными. Да, говорят еще про группировку и предоставление ролей пользователям. Здесь достаточно удобные, реализованные, собственно, доступы системе. Вы можете их там настроить на различных типах логики. То есть это функционально в зависимости от того, что будет видеть пользователь, взаимодействовать с интерфейсом. И как-то вот организационно по разделению, вот как здесь, например, по финансам, по различным департаментам, по ролям пользователей. То есть здесь все это можно сделать с точки зрения, скажем, прав доступа, назначения, чем-то похоже на табло. Но при этом можно также назначить права доступа в зависимости от роли, которую вы сделаете отдельно. Вот там справа. Да, то есть вот здесь у нас сейчас две роли. Это просмотр и просто как разработчик. И увидите, что у них там есть соответствующие права доступа. Свои визуализации добавлять можно. Здесь тоже варианты для кастомизации богатые. Можно интегрировать часть, скажем, интерфейсов визуализации с магазина приложений, которые тоже там достаточно... Есть бесплатные версии, есть платные. Вот. Ну, права доступа можно назначать практически на все сущности, которые у вас есть на сервере. Это и дашборды, это и источники данных, собственно. Вот есть вопрос, можно ли через Excel подключаться к FAMBI? Если из Excel подключиться к FAMBI, такой возможности нет. Если вам интересна именно работа из Excel с каким-то другим продуктом или же наоборот подобным интерфейсом, это вот FineReport, он достаточно старый, вот как с точки зрения разработки и технологий там инструмент, но он позволяет там близкие вот к Excel делать вычисления и прочие детали. Авторизация SLDAP есть, да. Ну, я не знаю, давайте, может, если еще есть, там вопрос два, и там планируем уже завершать сегодняшний вебинар. Я понимаю, он первый, но, поверьте, не последний. Еще многие вопросы, собственно, возникнут у вас, наверное, в процессе построения дашбордов, чтобы дальше вы смогли уже в процессе разработки задать свой вопрос и получить ответ. Да, в дальнейшем еще добавлю, вот, коллеги, у нас спланированы остальные вебинары, в которых мы можем больше и подробнее погрузиться в какую-то тематику, например, отдельно по техническим возможностям сервера FineBI, как вот там, допустим, масштабировать, как вот добавить там кластеры условные и вот как можно, в принципе, его разворачивать из возможностей. Также там, например, на следующем вебинаре мы будем разрабатывать сам отчет, и там можно вот достаточно подробно рассмотреть, в принципе, в хранилище логику данных. Excel подключение через Power Query. Ну, я думаю, если сделать выгрузку Excel и ее потом направлять в FineBI, то вы можете сохранить какие-то алгоритмы работы с PowerBI, которые имеются у вас сейчас. Апи есть для взаимодействия с FineBI. Сергей, тут еще один вопрос, вот тоже вот, может, ответишь, увидел, про внедрение, описать ситуацию. Так, если честно, у меня такое ощущение, как мы в каких-то разных чатах читаем вопросы, либо у меня с задержкой приходит. Нет, ты зайди именно в чат, а не вопросы, у тебя вопросы открыты. Ага, все, так, ага, вот я понял, да, почему. Так, 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 ну, прочитай мне, да, я пока чуть не могу еще рассказать. Вот, сколько уже компаний внедрили FineBI в России. А, слушайте, ну, на самом деле, да, сейчас есть несколько проектов, что называется, на начальной стадии, ну, все же мы понимаем, что там, то, что мы продали кому-то лицензии, я не знаю, мы, конечно, можем назвать этот проект внедрением, но там до полноценного внедрения еще далеко. Ну, то есть, ну, реально, вы же понимаете, там только с марта фактически там начались какие-то шевеления. Вот, апрель-май пошли, как бы, пресейлы, вот, в мае сейчас пошли первые продажи. Вот, поэтому, ну, то есть, в реальности, ну, честно, что можно сказать, сейчас идут только демо-проекты, когда, ну, то, что называется proof of concept, когда, собственно, IT-отделы, ну, и отделы-аналитики доказывают полезность и нужность инструментов NBI для руководства, для бизнес-пользователей, вот, но полноценных внедрений сейчас, ну, говорить что-то нельзя еще. Ну, то есть, я, ну, я знаю, я говорю, несколько продаж уже в России было, но, как бы, про проекты говорить еще рано. Да, вот, коллеги, еще вопрос, если какие-то возникли, или, в принципе, что вы можете вот подключаться также в NBI-чат, вот, там, в принципе, вот, развивать давайте будем комьюнити внутреннее. Собственно, можете туда еще вот задавать свои вопросы. Ну, это, да, что называется, для оперативной связи, если есть какие-то вопросы, тоже можно туда задавать. Ну, что, давайте, да, тогда на этой оптимистической ноте, наверное, все-таки заканчивать трансляцию. Благодарим всех за участие. И тогда ждем вас, получается, через неделю, в следующую пятницу, в это же время. Ссылка будет точно такая же. Собственно, приходите, подключайтесь, и будем продолжать рассматривать.